Добрый день, доброе утро и добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас. Наверняка у вас возник вопрос, кто этот парень и что он из себя представляет. В этой части презентации я хочу вас познакомить с собой. Меня зовут Айдар Бекмухамбин и я являюсь веб-аналитиком и менеджером по проектам разработки посадочных страниц интернет-агентства Кликобилия. Хочу сразу признаться, я не являюсь сотрудником Google, я являюсь таким же интернет-маркетологом, как и вы, и я здесь представляю свое агентство на данном мероприятии. Продуктами Google я познакомился в далеком 2005 году, когда я еще зеленым студентом учился на первом курсе университета Казму. Мой одногруппник работал на первом курсе, что было большой редкостью для студента первого курса, и мне было очень интересно общаться с ним, так как он работал. Как-то раз он меня пригласил к себе на работу, так как ему требовалась какая-то помощь. В то время как мой друг сидел и работал, я оглядывал его рабочее место и увидел, что что-то интересное, какой-то интересной программой он пользовался, какой-то интересной платформой. И я ему сказал, слушай, слушай, Аскар, а что это за программа такая? Он сказал, а это называется Gmail, Google Mail, почта от Google. Я сказал, слушай, круто, а можно и мне такую? Он говорит, да, конечно, можно. Мне достаточно выслать тебе письмо с предложением, с рекомендацией использования данного сервиса. В то время, в то далекое время, еще не было возможности у Google самостоятельной моментальной регистрации. Ну, вдруг, конечно же, мне прислал запрос, прислал мне предложение, я его с радостью принял на своей почте и зарегистрировал в свой самый первый ящик Gmail. Название у него было тогда смешное, не буду его оглашать, но именно данный продукт Gmail помог мне в дальнейшем. Я позже расскажу, в чем именно. Также, после того, как я отучился на первом курсе, я получил президентскую стипендию Болошак и отправился учиться за границу. То есть, сперва я хочу вам показать свой университет. Вот это университет-казну, это главное здание. А вот в этом здании я очень часто проводил время, играя в бадминтон. Я очень люблю этот вид спорта. Затем, то есть, в 2006 году я поехал в Англию, в Лондон, и я поступил на обучение в университет Westminster. Westminster University of London. Это является, это данный мой кампус. Фотография снизу снята, поскольку вот эта вот улица, она очень узкая. И снять ее издалека, как бы на фоне всего университета, невозможно. И так как университет находится в густонаселенной части Лондона, прямо в центре, возле башни BT. Так вот, на первом курсе университета, когда я только поступил в него, вся почтовая система университета была заменена почтой Google Mail. Все мои однокурсники не понимали, как ее пользоваться, поскольку это было нечто новое для них. И даже старшекурсники, ученики старших, студенты старших курсов, также им приходилось переучиваться на эту новую систему. Я же тихонько посмеивался и потирал руки, поскольку я уже давно пользовался данной системой, и мне было комфортно работать с ней. Также во время учебы в Лондоне, мне очень часто приходилось пользоваться такими продуктами Google, как Google Translate и Google Maps. Транслейтом это уже очевидно, потому что мне приходилось использовать английский язык, в то время я его знал плохо, и мне часто приходилось искать переводы многих слов через этот сервис. А через Google Maps я находил, я искал местоположение любых объектов, таких как почтовое отделение или кафедры университетов, факультетов и так далее. Этими продуктами я пользуюсь до сих пор, и просто-то еще, ну они мне очень нравятся, я не представляю свою жизнь без них. В дальнейшем, после окончания своего обучения в 2012 году, я остался в Лондоне на летнюю практику на Олимпийских играх. Я работал на Лондонской Олимпиаде, на Лондонских Паралимпийских играх, на Олимпиаде я работал в качестве заместителя IT-менеджера на Олимпийском объекте по соревнованиям волейбола среди мужчин и женщин, а на Паралимпийских играх я уже работал непосредственно, то есть лучше я покажу. Вот как выглядела наша команда во время Олимпиады в Лондоне. Вот здесь в дальнем углу, в синеньком стою я, я специально обвел себя кружочком, поскольку обнаружить себя здесь будет очень сложно. Вся команда не вошла в список, я даже чуть-чуть увеличил. На следующем слайде, то есть на следующих, на Паралимпийских играх, я работал в спорткомплексе по плаванию и прыжкам с трамплина. Примерно это заведение, то есть этот объект выглядит примерно так. Это моя коллега, пирамина, она также училась в моем университете, но с ней я познакомился там. Вот так примерно и выглядит моя летняя практика. То есть я делал это с удовольствием. В это время я не пользовался продуктами Google по рабочим моментам, но для того, чтобы добраться до определенного места, я всегда пользовался Google Maps. Затем, к сожалению, в 2012 году лондонские игры окончились, да и учеба моя подошла к концу, и мне пришлось возвратиться в родной Казахстан. Приехав, я первым делом начал искать работу и нашел ее в лице компании Nielsen. Это маркетинговая компания, в ней я работал в качестве менеджера по бизнес-приложениям. Работа на этом поприще научила меня консультировать и тренировать как индивидуальных лиц, так и целую группу лиц. И таким образом, моей ответственностью назначалось составление отчетов для моих коллег из коммерческого отдела. То есть я был так называемый человек-отдел. А также я занимался установкой, выездом, выездом клиенту и установки ему непосредственно программного обеспечения Nielsen, обучение ее использования и как ею работать. То есть как ей заниматься, как получать выгоду с нее. Ну и дальнейшие тренинги и консультации, как по телефону, так и с выездом, индивидуально, групповые и так далее. Но проработав один год в данной компании, данный вид деятельности мне поднадоел, поскольку работа была очень рутинной и однообразной. Поработав так один год, я уволился по собственному желанию и по рекомендации друга пошел в интернет-портал про деньги. После этого, внутри этого интернет-портала про деньги, есть еще один проект, который называется интернет-агентство Кликобили, в котором я в данный момент и работаю, и чувствую себя прекрасно. Вот это моя фотография с моего последнего выступления на интернет-конференции iMix 2015. Это был первый мой опыт выступления в качестве спикера на подобном крупном мероприятии. И я чувствую, что я выступил довольно-таки неплохо. Ну, я думаю, все. Я уже все про себя рассказал. Хотя нет, подождите. Я являюсь болельщиком клуба Manchester United, самого лучшего клуба в мире. В дальнейшей части я буду рассказывать вам непосредственно о продуктах, об отчетах, и об отчетах Google Analytics. И если у вас возникнут какие-либо вопросы во время моего выступления, пожалуйста, запишите их, и после презентации можете либо подойти ко мне, либо, пожалуйста, вот мои контакты. Всегда можете со мной связываться в любое время дня и ночи. Я готов помочь любому. Начнем. Отчеты Google Analytics Аудитория. Продолжительность сегодняшней презентации составит 45 минут. И в ней я вам расскажу, какие отчеты представляет данный раздел, и какую выгоду вы можете получить из них для себя. Хорошо. Наши посетители – это наша аудитория. Почему? Так и есть. Раньше этот раздел «Аудитория» так и назывался. Вы сейчас видите все стандартные отчеты Google Analytics. Аудитория, источники трафика в режиме реального времени, содержания и конверсии. Отчет «Аудитория» раньше назывался «Посетители». Почему? Потому что «Посетители» – это и есть ваша аудитория. Отчет «Аудитория» позволяет вам увидеть, кем же являются ваши посетители. Отчет «Источники трафика» позволяет вам понять, откуда к вам пришли данные посетители, с каких ресурсов и так далее. Отчет «Содержание» позволяет вам понять, что они делали на вашем сайте, чем они там занимались и так далее. Отслеживать. Отчет «Конверсии» позволяет вам понять, на чем же они были полезны для вас, для вашего сайта, и какую прибыль они могут принести вам в дальнейшем. Посмотрим дальше. Провалимся в отчет «Аудитория». Сегодня, так как сегодняшний урок предназначен именно для данного раздела, отчет «Аудитория» состоит также из множества вкладок. Вкладка «Демография», «Обзор», «Поведение», «Технологии», «Мобильное устройство», «Персонализированные» и так далее. Остановимся на четырех из них. Что вам дает отдел «Демография»? Вкладка «Демография». В этой вкладке вы можете узнать, ну, вы, наверное, поняли, что это «Демография». Вы можете понять, откуда ваши люди пришли к вам на сайт. В разделе «Во вкладке «Поведение»» вы можете понять, что они делали на вашем сайте. В разделе «Технологии» вы можете понять, каким образом, то есть удобно ли пользователю с теми технологиями, которыми он пользуется, просматривать ваш сайт. А вкладка «Мобильное устройство» объясняет, насколько, то есть не насколько, а вот именно с каких конкретно мобильных устройств или с каких устройств других люди заходили на ваш сайт. Посмотрим. Посмотрим далее. Провалимся. Посмотрим самый первый отчет Analytics. Самый первый отчет Analytics, который открывается по умолчанию у всех, это обзор аудитории. Данный отчет позволяет посмотреть так называемые самые главные жизненно важные функции сайта, такие как жизненно важные показатели сайта, такие как посещение, просмотры страниц и показатели отказов и так далее. Данный отчет показывается вам в виде пай-чарта, в виде графика, одной линии. Сейчас мы видим на данном графике только показатель, как это называется, показатель именно посещения. Вы смотрите в виде линии показатель посещения. Для того, чтобы Google Analytics позволяет вам смотреть несколько данных в разрезе или сравнивать несколько данных друг с другом. Сейчас мы хотим сравнить другой показатель с посещением. Такой показатель, как, допустим, показатель отказов. Мы хотим посмотреть, насколько они коррелируют друг с другом. Смотрим, картина изменилась. Показатель отказов отмечен у нас голубой линии, а посещение синий. Посмотрим, посмотрим. И обратим внимание на такую тенденцию, что посещения во время выходных снижаются значительно. Ну, я думаю, это понятно. Во время выходных люди обычно не сидят дома, не серфят интернет. Чаще всего они либо с семьей выезжают за город, либо с друзьями отдыхают, либо еще чем-то занимаются. Но чаще всего люди не сидят в интернете так часто, так активно, как в будние дни. Но посмотрим на показатель отказов. Показатель отказов значительно увеличивается в данные дни. Значит, вот этот вот трафик, те люди, те посещения, которые бывают у вас по выходным, является абсолютно неэффективным. Те люди, которые приходят, они чаще всего просто заходят на ваш сайт и уходят моментально. Я думаю, владельцу этого бизнеса необходимо порекомендовать, чтобы он не тратил свой бюджет на рекламный трафик, на рекламу по выходным. И это значительно сократит его убытки на рекламу. Хорошо, рассмотрим еще. Рассмотрим следующий отчет, такой как в разрезе языков. Здесь мы можем увидеть, что русский язык является лидером. То есть большинство посетителей вашего сайта владеют русским языком. Возникает резонный вопрос. Откуда Google Analytics знает, что человек говорит по-русски? Очень просто. Google Analytics смотрит настройки браузера. Если в настройках браузера написано, что язык пользователя русский, значит, этот человек будет значиться русским. Даже если в настройках назначено английский, но человек не говорит по-английски и является русским, это показывает общую картину в целом. Так как большинство людей в СНГ, и тех людей, кто говорит по-русски, кто угол-операционная система на русском, чаще всего использует русский язык во всех настройках, во всех своих приложениях. Так что общая картина ясна. Что мы можем еще здесь посмотреть? Мы можем посмотреть в разрезе языков, но также мы можем посмотреть, откуда пришли эти люди, то есть из какой страны, из какого конкретного региона. Давайте посмотрим. Мы видим, что большинство посетителей заходили именно с России. С России и Украины. Что еще? Мы также можем посмотреть разрез, как язык. Мы можем посмотреть такие показания, сравнить. Сравнить показатель отказов. Также мы видим, что английский язык также занимает большую долю посещений на данном сайте. Раз английский язык занимает... Мы хотим посмотреть, почему английский язык... Да, вот он входит в первую пятерку. Почему по нему так много посещений, но в то же время такой большой показатель отказов. 93,20. Для этого мы используем сравнительную таблицу. Сравнительную таблицу. И смотрим сравнительный график. По сравнению со средним значением на всем сайте. И мы видим, что показатель отказов по посещениям пользователями английского языка превышает средний показатель по всему сайту на 21%. Что является весьма катастрофичным. То есть, но большинство англоязычных людей просто уходят с вашего сайта, теряя интерес. Решение одно. Но я бы порекомендовал владельцу данного сайта, чтобы он перевел свой сайт на русский язык. На английский язык, то есть, что я говорю, уже заговариваться стал. На английский язык. И тогда, соответственно, он существенно повысит, понизит свой показатель отказов и тем самым повысит свою конверсию. То есть, получит прибыль.